Добрый день, уважаемые участники вебинара. Мы продолжаем цикл обучающих вебинаров для предпринимателей, посвященных информированию предпринимателей о применении действующего законодательства, об актуальных изменениях законодательства, о возможных мерах поддержки и проблемных вопросах, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Тема сегодняшнего вебинара – порядок расчета и уплаты страховых взносов в 2018 году. И с вами в студии работают я, Соколова Мария Владимировна, исполняющая обязанности заместителя руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей, Якимова Марина Владимировна, заместитель руководителя УФНС России по Челябинской области, Резепина Елена Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения, доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области, Репьева Вера Владимировна, исполняющая обязанности начальника отдела налогообложения, доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области, и Беляшова Алектина Владиславовна, общественный представитель по налогам, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, управляющий партнер ООО «Консалтинговая группа партнеров». Наш вебинар будет разделен на две части. Первая часть – это выступление участников вебинара, а вторая часть будет посвящена ответам на поступающие вопросы. Сразу хочу отметить, что если вопросы по теме вебинара поступят у вас после вебинара, или на какие-то вопросы мы не успеем ответить, вы можете направить данные вопросы в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области. Наш адрес электронной почты размещен на сайте уполномоченного, и мы обязательно ответим на ваши вопросы, и ответы разместим на сайте уполномоченного в рубрике «Права бизнеса». Также хочу отметить, что запись данного вебинара будет доступна на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, также в рубрике «Права бизнеса», и она будет доступна на сайте ОТВ. Далее я передаю слово Якимовой Марине Владимировне, заместителю и руководителя УФНС России по Челябинской области, которая расскажет об администрировании страховых взносов налоговыми органами. Добрый день, уважаемые участники вебинара. С 1 января прошлого года в соответствии с 243-м федеральным законом налоговые органы администрируют платежи страховые взносы в пенсионный фонд и фонды социального и медицинского страхования. За прошлый год страховых взносов поступило 110 миллиардов рублей, это почти на 8% больше, чем за 2016 год. В первом квартале текущего года поступило 24 миллиарда 800 миллионов рублей, это на 11% больше, чем в прошлом году. Учитывая, что предыдущий год для нас был первым в администрировании, это был год становления совместной работы с налогоплательщиками, с плательщиками взносов, а также с фондами, которые раньше администрировали эти платежи. На сегодняшний день у нас на учете состоит почти 98 тысяч организаций в плательщиках страховых взносов и 36,5 тысяч физических лиц. Это предприниматели, нотариусы и наилиции, которые едаются плательщиками страховых взносов. И, соответственно, вот такое количество расчетов мы принимаем, проверяем и взаимодействуем с вами по вопросам, которые касаются проведения проверок и приема отчетности. Вообще мы понимаем важность уплаты страховых взносов, мы понимаем очень высокую социальную значимость этого вопроса. Все расчеты, которые мы получаем, мы обрабатываем, и данные из этих расчетов передаются в пенсионный фонд для ведения персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу. То есть вопросы правильности составления отчетности, расчетов по страховым взносам, они в связи с этим очень важны, потому что в пенсионный фонд должны поступать правильные сведения по каждому застрахованному лицу. И зачастую нам с вами приходится работать по нескольку раз по представлению расчетов в связи с тем, что вот этот период становления был сложным еще и в том плане, что новые программы, которые работают в глобальных масштабах по всей стране, такие большие проекты глядерять всегда сложно. И какие-то там технические проблемы, они неминуемые при вот этих вопросах. И поэтому я хочу выразить благодарность вам за то, что вы с пониманием относились к этим возникающим там текущим проблемам, за то, что вы уточняли свои расчеты, сдавали их по нескольку раз. Ну, на самом деле бывают там какие-то копеечные ошибки, которые, тем не менее, все равно нужно устранять. К сожалению, иногда поступают жалобы от граждан, что вот я уволился, а нет в пенсионном фонде сведений о моих пенсионных отчислениях. Поэтому наша вот задача вместе с вами, мы такие же исполнители законодательства, как и вы, то есть наша задача – обеспечить пенсионный фонд правильными сведениями. С серьезным вопросом на сегодняшний день в плане администрирования я бы выделила вопросы недоимки по платежам по страховым взносам. То есть на сегодняшний день сумма задолженности по страховым взносам составила 12,7 миллиардов рублей. Из них 10,5 – это та задолженность, которая передана нам пенсионным фондам. За время своего администрирования мы эту задолженность снизили на 4,6 миллиарда рублей. То есть застали вот такую сумму. Но с 1 января 2017 года по тем платежам, которые вы уплачивали уже по кодам нашим, которые поступают в налоговые органы, задолженность увеличилась на 2 миллиарда рублей. То есть это, конечно, очень много. Есть законодательный вопрос, который на сегодняшний день не урегулирован по ответственности за несвоевременное перечисление ежемесячных платежей. То есть все вы понимаете, что срок представления отчета 30-го числа месяца следующего за отчетным периодом, он дает нам право взыскать неуплаченные вовремя страховые взносы только после наступления этого срока. А платить взносы нужно каждый месяц 15-го числа месяца следующего за месяцем выплат. Вот долго мы с этой проблемой боролись. И надо сказать к чести наших плательщиков, что у нас очень значительно снизилось количество налогоплательщиков, которые несвоевременно уплачивали ежемесячные платежи. Поэтому здесь я тоже хочу вам выразить благодарность, потому что то понимание, которое появлялось у плательщиков взносов в течение года, что все-таки надо переходить на ежемесячную плату, оно очень важно. И взносы, которые поступают в фонды, они стали поступать более своевременно. Но, тем не менее, задолженность растет. У нас на сегодняшний день остается вопрос не совсем достоверного сальдо, который мы получили из Пенсионного фонда. Эти вопросы мы все решаем в рабочем порядке по обращению плательщиков страховых взносов. Хочу сказать еще о возврате переплаты по страховым взносам, которая образовалась до 1 января 2017 года, когда мы не являлись плательщиками. Мы не являлись, прошу прощения, администраторами этих взносов. То есть те переплаты возвращаем мы по решениям Пенсионного фонда. И если в прошлом году до ноября плательщики взносов должны были обращаться только в Пенсионный фонд за возвратом этой переплаты, то с ноября можно уже обращаться и к нам, и эти вопросы мы совместно с фондом решаем. То есть здесь есть улучшения в плане администрирования, то можно хоть туда, хоть сюда обратиться. Мы в любом случае будем возвращать по решению Пенсионного фонда переплату, которая образовалась до 1 января 2017 года. В этом году будут актуальными вопросы списания задолженности по страховым взносам. То есть новые изменения законодательства предполагают, что будет списываться задолженность, по которой утрачены сроки взыскания налоговыми органами и органами внебюджетных фондов, которые администрировали до 2017 года. И будет списываться задолженность по страховым взносам индивидуальных предпринимателей, которое возникло в результате начисления взносов предпринимателям, которые не представили отчетность у налоговых органов. Потому что страховые взносы там исчислены, исходя из восьмикратного уровня минимального размера платтуда. То есть вот такие у нас перспективы. Сегодняшние вопросы, которые мы рассмотрим, это тарифы, это проблемы, которые возникают при приеме расчетов налоговыми органами. Считаем их достаточно важными для того, чтобы осветить на данном вебинаре. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Марина Владимировна, за ваше емкое информативное сообщение. Думаю, оно несет ясность в порядок администрирования страховых взносов и в позицию налогового органа. Далее о порядке исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическими лицами, расскажет Беляшова Алифтина Владиславовна, общественный представитель по налогам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, управляющий партнер ООО «Консалтинговая группа партнеров». Спасибо, Мария Владимировна. Здравствуйте, дорогие участники нашего вебинара. Прежде чем непосредственно перейти к теме нашего выступления, я бы хотела предложить вам обратиться к слайдам и посмотреть, кто же является плательщиками страховых взносов в соответствии с действующим законодательством. У нас закон выделяет две группы плательщиков. Первая группа – это лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. К этой группе относятся организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. А ко второй группе относятся плательщики, которые не производят выплаты и вознаграждения физическим лицам. Это индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке, а также лица, занимающиеся частной практикой – адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные. Если один и тот же плательщик у нас относится одновременно к нескольким категориям, он исчисляет и уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию. Вот тема моего сегодняшнего выступления, она будет касаться второй группы плательщиков, которые не производят выплаты и вознаграждения физическим лицам. Мы посмотрим сегодня с вами, как исчисляются страховые взносы именно для этой категории плательщиков. Для этой категории плательщиков страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством не исчисляются и не уплачиваются. Что касается размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование, то данные плательщики уплачивают фиксированный размер страховых взносов за календарный год. И он составляет в соответствии с налоговым кодексом в 2018 году 5 840 рублей, в 2019 будет составлять 6 884 рубля и в 2020 8 426 рублей. Планируется такое постепенное повышение величины страховых взносов. Хотела бы обратить внимание на порядок уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование по фермерскому хозяйству или по крестьянскому хозяйству. Для фермерского и крестьянского хозяйства величина страховых взносов определяется как произведение фиксированного взноса на каждого члена данного фермерского хозяйства, включая главу фермерского хозяйства. То же самое, кстати, будет касаться и взносов на пенсионное страхование. Следующий слайд, пожалуйста. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Здесь чуть сложнее ситуация. Дело в том, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование состоят у нас из двух частей. Первая часть – это фиксированная часть, которая также будет установлена и установлена налоговым кодексом. Она установлена на 2018 год 26 545 рублей, на 2019 год в размере 29 354 рубля и на 2020 год в размере 32 448 рублей. Я обращаю ваше внимание, что эта часть фиксированная, она уплачивается в любом случае независимо от величины дохода, который будет получать и получит предприниматель, либо лицо, которое осуществляет частную практику. А вот вторая часть взносов на пенсионное страхование, она уплачивается только в том случае, если величина дохода плательщика за календарный год превысит 300 000 рублей. И в этом случае сумма, которая превышает 300 000 рублей, плательщики будут уплачивать 1% суммы дохода, превышающего 300 000 рублей. Но в любом случае величина страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не может быть более 8-кратного фиксированного размера. Я в качестве примера вам предложила исчислить такой размер максимальных страховых взносов пенсионное страхование для 2018 года. Смотрите, мы что с вами делаем. Мы берем с вами фиксированный размер за 2018 год 26 445 рублей, умножаем на 8 и получили максимальную цифру 212 360 рублей. Вот если величина взносов в пенсионный фонд у нас достигла вот этой суммы, далее плательщики, которые не производят выплаты иные вознаграждения физическим лицам, сумму страховых взносов не исчисляют и не уплачивают. Как мы с вами видим, когда мы говорим об 1% суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, речь идет о доходе. И возникает вопрос, а что такое доход, а как понимать понятие дохода для того, чтобы исчислять взносы в пенсионное страхование. Для разных групп плательщиков понятие дохода разное. Налоговый кодекс для тех плательщиков, которые уплачивают налог на доходы физических лиц, говорит о том, что нужно исчислять доходы в соответствии со статьей 210 Налогового кодекса в части доходов предпринимательской иной профессиональной деятельности. Что такое 210 статья? Эта статья называется налоговая база. По-простому можно сказать, что это доходы минус расходы от предпринимательской деятельности. То есть при расчете страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, те плательщики, которые уплачивают налог на доходы физических лиц, исчисляют доходы и уменьшают их на величину расходов. Те плательщики, которые применяют патентную систему налогообложения, исчисляют страховые взносы с сумм дохода, который определяется в соответствии со статьями 346.47 и 346.51 Налогового кодекса. Проще сказать, что с какой суммы платится сумма патента, с такой же суммы и, собственно говоря, уплачиваются взносы на обязательное пенсионное страхование. То же касается и тех плательщиков, которые находятся на едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Они также уплачивают, собственно говоря, с той суммы взносов пенсионный фонд, исчисляют, с которой у нас исчисляется доход, и он исчисляется в соответствии со статьей 346.29. Несколько сложнее ситуация для следующих двух групп плательщиков, о которых мы сегодня поговорим. То есть первая группа – это те плательщики, которые применяют, будьте добры, следующий слайд, которые применяют систему налогообложения для сельхозпроизводителей, так называемый сельскохозяйственный налог. Они уплачивают взносы и исчисляют доход в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 Налогового кодекса. Что это такое? Статья 346.5 Налогового кодекса касается доходов и расходов, то есть рассматривает порядок исчисления как доходов, так и расходов. Но пункт 1 этой статьи касается только дохода. Соответственно, мы с вами делаем вывод, что у нас налоговый кодекс четко определяет, что для плательщиков сельскохозяйственного налога доход для цели исчисления размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется исходя из доходов. Расходы не учитываются. Для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, законодатель делает ссылку на статью 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации. Я сейчас чуть позднее остановлюсь, как же будут исчислять и как же должны исчислять у нас взносы в пенсионный фонд на пенсионное страхование те плательщики, которые применяют ОСН. Хотела бы единственное остановиться до того, как мы перейдем к этому вопросу, что те плательщики, которые применяют более одного налогового режима, облагаемые доходы от деятельности, они суммируются. А сейчас давайте мы с вами обратимся к следующему слайду и вернемся как раз к вопросу рассмотрения исчисления дохода при расчете страховых взносов теми плательщиками, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Я бы хотела обратиться к двум актам. Первое – это обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации номер 3 2017 года, который был утвержден Президиумом Верховного суда 12 июля 2017 года. Верховный суд рассмотрел вопрос, как же исчисляется доход для тех плательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и выбрали объект обложения доходы минус расходы, доходы уменьшенные на величину расходов. И Верховный суд пришел к выводу, что в данном случае величина страховых взносов должна исчисляться с учетом расходов, которые произведены налогоплательщиками. Однако, 12 февраля 2018 года Министерство финансов Российской Федерации сдает письмо номер 0315 07 дробь 8369. Министерство финансов обращает внимание на то, что Верховный суд рассматривал вопросы порядка исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование еще по закону, который действовал до 1 января 2017 года. В свою очередь Минфин Российской Федерации считает и доводит эту свою точку зрения в своем письме, что в целях определения страховых взносов по обязательному инвестиционному страхованию для индивидуальных предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, величина дохода исчисляется как чистый доход, то есть сумма расходов не учитывается. И мне хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что письмо Минфина и Министерство финансов вообще являются тем органом, который в соответствии с законодательством трактует и разъясняет положение налогового кодекса Российской Федерации. В связи с этим, безусловно, налоговые органы при принятии отчетности, при рассмотрении величины взносов, которые уплачиваются на обязательное пенсионное страхование, будут руководствоваться, безусловно, данным письмом Министерства финансов, так как, еще раз говорю, это прямое указание законодателя на такой порядок разъяснений. Часто задают вопрос налогоплательщики, а можно ли не уплачивать страховые взносы в те периоды, когда мы не осуществляем деятельность. Вы знаете, налоговый кодекс предусматривает возможность неуплаты страховых взносов даже в фиксированном размере, но в очень узком определенном круге случаев. Первое. Это в случае, если налогоплательщик проходит военную службу. В случае, если налогоплательщик является одним из родителей, который укаживает за ребенком до полутора лет. В случае, если налогоплательщик осуществляет уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, либо лицом, достигшим возраста 80 лет. Еще ряд случаев. Но этими случаями можно воспользоваться и не уплачивать страховые взносы только тогда, если у нас с вами будут соблюдаться одновременно два условия. Первое. Деятельность предпринимательская таким налогоплательщикам не осуществляется. То есть, действительно, плательщик не осуществляет в этот период свою предпринимательскую деятельность. И он не только не осуществляет такую деятельность, но он предоставил в налоговый орган по месту своего учета заявление об освобождении от уплаты страховых взносов и приложил подтверждающие документы. Мы опять всю эту ситуацию видим на слайде. Прошу показать данный слайд. И вот в этом случае, именно в этом случае, у нас плательщики могут не исчислять и не уплачивать страховые взносы в данные периоды. Кто не успел воспользоваться информацией на слайде, я хотела бы сказать, что данная информация будет размещена в сети интернет на сайте уполномоченного. Следующий вопрос, который я бы хотела затронуть, это сроки уплаты страховых взносов. В общем порядке у нас все налогоплательщики уплачивают страховые взносы не позднее 31 декабря текущего календарного года. Однако есть исключения. Вот для той суммы взносов страховых на обязательное пенсионное страхование, которое исчислено с дохода, которое превышает 300 тысяч рублей, плательщики взносов должны их уплатить не позднее 1 июля года следующего за истекшим расчетным периодом. Если же плательщик прекратил осуществлять деятельность индивидуального предпринимателя или прекратился статус адвоката, прекратилось занятие частной практики, то в этом случае взносы должны быть уплачены не позднее 15 календарных дней с датой снятия с учета в налоговом органе. Особняком стоят у нас, как всегда, главы крестьянских фермерских хозяйств. Они обязаны предоставлять в налоговый орган по месту своего учета расчет по страховым взносам. В общем виде они этот расчет предоставляют до 30 января календарного года следующего за истекшим, но есть исключения. Если прекращается деятельность фермерского хозяйства, то тогда не позднее 15 календарных дней с государственной регистрацией прекращения должен быть предоставлен такой отчет, и еще потом в течение 15 дней с момента предоставления такого расчета должны быть уплачены страховые взносы главой крестьянского фермерского хозяйства. Вот основные вопросы, на которых я хотела сегодня остановиться, когда мы говорим об уплате страховых взносов плательщиками, которые не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Я надеюсь, что эта информация была полезна для вас, и если будут вопросы, мы будем рады ответить на них. Спасибо. Спасибо большое, Алектина Владиславовна, за ваше содержательное выступление. И далее я передаю слово Резепиной Елене Владимировне, главному государственному налоговому инспектору отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов КОПНС России по Челябинской области, которая расскажет о действующих тарифах страховых взносов и о типичных ошибках при заполнении расчетов по страховым взносам. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Как уже было сказано выше, с 1 января 2017 года порядок исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование регламентируется главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. Соответственно, с указанной даты страховые взносы встроены в налоговую систему Российской Федерации. Одним из важных элементов которой является тариф страховых взносов, который представляет собой величину страхового взноса на единицу измерения базы для исчисления страховых взносов. Общие тарифы страховых взносов установлены кодексом в ст. 425. Вместе с тем, на период 2017-2018 года применяются указанные в ст. 426 тарифы. Данные тарифы ниже общих установленных, закрепленных в ст. 425 и признаны поддержать юридических лиц индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты со страхованным лицом. И сами по себе наличие подобной статьи сначала в Федеральном законе 212, а теперь и в 34 статье Налогового кодекса вызвано тем, что общие тарифы страховых взносов 2010 года значительно увеличились по сравнению с ранее установленными ставками единого социального налога. Таким образом, в связи с повышением нагрузки на платежщиков страховых взносов был предусмотрен ряд положений компенсирующего характера, которым относится и применение в 2017-2018 годах более низких тарифов страховых взносов. Итак, а в 2017-2018 годах платежщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения в пользу застрахованных лиц, применяя тарифы страховых взносов, которые вы можете увидеть на слайде. Немножко раньше. Предыдущий слайд, пожалуйста. Таким образом, на обязательное социальное пенсионное страхование применяется тариф в размере 22% в пределах установленной взносооблагаемой базы и 10% сверхпредельной величины. На обязательное социальное страхование соответственно 2,9% и 1,8% с иностранных граждан, временно пребывающих в Российскую Федерацию в пределах взносооблагаемой базы. На обязательное медицинское страхование ставка составляет 5,1%. Таким образом, весьма важно в целях определения размера тарифа то обстоятельство, что кодексом предусмотрена предельная величина базы для исчисления страховых взносов. То есть, если выплаты по конкретному работнику с начала календарного года превысили эту величину, то в общем случае ставка страховых взносов снижается или вообще взносы не исчисляются. Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов устанавливается ежегодно правительством Российской Федерации. И это мы видим на слайде. Видим, что на 2017 год в соответствии с указанным постановлением правительства предельная величина базы составляла 876 тысяч рублей нарастающим итогом с начала года по пенсионному фонду и 755 тысяч рублей на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством. И, соответственно, на 2018 год указанные размеры составили 1 миллион 21 тысяча и 815 тысяч рублей. В то время как основная часть плательщиков уплачивает страховые взносы по вышеуказанным тарифам, кодексом предусмотрены отдельные категории плательщиков, имеющих право на применение пониженных тарифов страховых взносов в соответствии с статьей 427 кодекса. Отмечу, что кодекс, определяя общие условия установления страховых взносов, не содержит указания на льготы по страховым взносам. Тем не менее, данные тарифа страховых взносов, по сути, представляют собой закрепление льготных тарифов взносов. На слайде мы видим основные категории плательщиков, которые имеют право на применение пониженных тарифов. Это организации, применяющие упрощенную систему налогообложения по указанным в подпункте 5, пункте 1 статьи 427 кодекса видом деятельности. Аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность. Благотворительные организации и по применяющие патентную систему. Некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. – хозяйственные общества, резиденты технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристическо-рекреационных особых экономических зон, организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий, резиденты территории, опережающие социально-экономическое развитие, участники Сколково, участники свободных экономических зон. Как видно из приведенного перечня, пониженные тарифы установлены для достаточно широкого круга плательщиков, осуществляющих социально-экономические виды деятельности. Но сегодня я более подробно остановлюсь на тех тарифах, которые наиболее распространены и характерны для плательщиков нашей Челябинской области. Первая категория плательщиков – это организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения и основным видом экономической деятельности которых являются виды деятельности, указанные в соответствующем пункте ст. 427 Кодекса. Такие организации осуществляют виды деятельности, такие как производство пищевых продуктов, одежды, лекарственных средств, медицинских инструментов, управление недвижимым имуществом за вознаграждение, деятельность в области здравоохранения, спорта и иные виды деятельности, которые указаны в данной статье. Необходимо отметить, что в 2017 году у основной группы плательщиков, входящих в данную категорию, возникали проблемы, связанные с определением правомерности применения им данного пониженного тарифа. Это было связано с тем, что с 1 января 2017 года были внесены изменения в общероссийский классификатор видов экономической деятельности, и ранее действующий классификатор был отменен, и, соответственно, с 1 января 2017 года был введен АКВЭД-2. И так как формулировки кодов АКВЭД и видов деятельности указанных в Кодексе не соответствовали, возникали такие проблемы. В связи с этим в конце 2017 года в Кодекс были внесены соответствующие изменения, и перечень видов деятельности, при осуществлении которых плательщики вправе применять пониженный тариф, были приведены в соответствии с АКВЭД-2. Учитывая изложенное, те плательщики, которые сомневались в правомерности применения ими пониженных тарифов в 2017 году, а также учитывая то, что данная норма хоть и вступила в законную силу с 1 января 2018 года, но распространяется на правоотношения, действующие с 1 января 2017 года, то есть такие категории плательщиков вправе произвести перерасчет налоговых обязательств, представить соответствующие уточненные декларации расчеты в налоговые органы. Данные категории плательщиков вправе применять пониженные тарифы при соблюдении условий, которые мы видим на слайде. То есть помимо того, что они должны применять упрощенную систему налогообложения, осуществлять перечисленные виды деятельности, для них еще устанавливается ограничение в виде доли доходов от осуществления данного вида деятельности, и он должен быть не менее 70% от общего объема доходов, а также ограничение в общей сумме доходов, которая не должна быть более чем 79 миллионов рублей. В связи с применением указанного тарифа хочется также обратить ваше внимание на следующие моменты. Во-первых, актуальным является вопрос правомерности применения пониженного тарифа при совмещении плательщиком двух видов деятельности, осуществляемых по упрощенной системе налогообложения и в системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. По этому поводу имеется соответствующее разъяснение Министерства финансов Российской Федерации от 20 июня 2017 года. Номер данных разъяснений указан на слайде. В частности, Минфин разъяснил, что если основным видом экономической деятельности плательщика, совмещающего УСН и НВД, является вид деятельности, поименованных под пунктом 5, пунктом 1 ст. 427, то есть является льготным, но по которому плательщик применяет не упрощенную систему налогообложения, а и НВД, то у него отсутствует право на применение данного пониженного тарифа. Следующий момент, на который в связи с применением данного тарифа я хочу обратить ваше внимание, это порядок определения общего объема дохода. По данному вопросу также имеется разъяснение ФНС, реквизиты письма указаны на слайде. В чем суть данной проблемы? Федеральным законом от 27 ноября 2017 года были внесены уточнения в части порядка определения общего объема дохода. Следует отметить, что ранее сумма дохода определялась в соответствии со ст. 346.15 Кодекса, в которой определялся объект налогообложения для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. И, следовательно, возникали вопросы о включении в общий объем доходов тех доходов, которые не учитывались при определении объекта. Такой вопрос, в частности, возникал у организаций, которые осуществляют виды деятельности, при осуществлении которых отсутствуют доходы от реализации продукции, товаров, работы и услуг. В частности, это могут быть организации социальной сферы, здравоохранения, науки и образования, а в сфере управления отдельными видами недвижимости, это ССЖ, ЖСК, СНТ, в случае, если такая льготная деятельность финансируется за счет целевых поступлений или членских взносов. И вот вышеуказанным федеральным законом внесены изменения, с учетом которых в общий объем доходов для цели применения пониженных тарифов включаются доходы как учитываемые при определении базы по ОСН, так и доходы, которые не учитываются при определении данной базы налогообложения. И, соответственно, для основной части платежщиков ничего в этом плане не поменялось, но вот эти организации, о которых я выше сказала, для них стало все ясно. И в случае, если они также не применяли пониженный тариф, сомневались в правомерности его применения, а на сегодня с учетом внесенных изменений четко это право для себя видят, то есть они также имеют возможности право представить уточненные расчеты, заплатив, вернее, наоборот, в результате этого образуется переплата у них, которую они могут в дальнейшем зачесть в счет уплаты следующих платежей, либо получить возврат из бюджета. Я еще не сказала, что для этой категории платежщиков, как и для всех остальных, о которых я далее буду говорить, сам размер тарифа составляет следующее значение. Это обязательно пенсионное страхование ставка 20%, а на обязательно медицинское страхование и фонд социального страхования ставка составляет 0%. Я говорю, что ставка 20% на обязательно пенсионное страхование применяется в пределах сноса облагаемой базы. Следующий тариф, о котором также хотела я сегодня поговорить, это аптечные организации, индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог на вмененный доход и, соответственно, имеющие лицензию на осуществление такой деятельности. То есть можете обратиться к следующему слайду. Данная категория платильщиков вправе применять пониженные тарифы, как уже из самой формулировки понятно, при наличии лицензии на осуществление данной деятельности, при условии применения единого налога на вмененный доход. При этом хочется обратить особое внимание на то, что пониженные тарифы страховых взносов в данном случае применяются только в отношении выплат физическим лицам, которые имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению. Категории таких лиц определены положениями федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Поэтому тарифу все. Следующий тариф – это некоммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений. На следующем слайде про них можно все увидеть. Данные организации применяют пониженные тарифы при выполнении следующих условий. Организация должна быть зарегистрирована в соответствии с федеральным законом о некоммерческих организациях, должна применять упрощенную систему налогообложения, должна осуществлять в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания граждан, научных исследований, разработок, образований, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта, за исключением профессионального. Еще одно ограничение для данной категории плательщиков – по итогам года, предшествующего к году перехода организации на уплату страховых взносов, доходы от этой некоммерческой деятельности должны составлять не менее 70%. Причем данные условия доли доходов должны быть выполнены данными организациями и в течение отчетного расчетного периода. Необходимо отметить, что на такую организацию не распространяется требование о предельной сумме доходов за налоговый период в размере 79 миллионов, которое было установлено для первой категории плательщиков. Следующая категория, еще одна категория плательщиков, применяющих пониженные тарифы, также распространена в нашей области – это индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения. Данный тариф применяется указанными плательщиками только в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в видах экономической деятельности, указанных в патенте. Необходимо отметить, что не вправе применять данный пониженный тариф индивидуальные предприниматели, которые хоть и применяют патентную систему, но осуществляют такие виды деятельности, как сдача в аренду наем жилых и нежилых помещений, дач, садовых домиков и участков, осуществляют розничную торговлю в объектах стационарной сети и нестационарной сети и услуги общественного питания, как имеющие залы обслуживания посетителей, так и не имеющие таких залов. Следующий момент, на который хочется обратить внимание, это утрата права на применение пониженного тарифа. По отдельным видам пониженных тарифов, при невыполнении критериев, которые установлены кодексом, плательщик лишается права на применение пониженных тарифов. Такое право он лишается с начала расчетного и отчетного периода, в котором допущено такое несоответствие. Это, например, ограничение по доле доходов и по общей сумме доходов для платежщиков упрощенной системы налогообложения, согласно подпункта 5, пункта 1, ст. 427 Кодекса, по доле доходов от некоммерческих организаций. В этом случае сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в бюджет в общеустановленном порядке. То есть я хотела бы обратить внимание, что если, например, организация утрачивает право в третьем квартале, то есть по итогам 9 месяцев, она должна представить уточненные расчеты, начиная с начала расчетного периода, то есть начиная с первого квартала, за первый квартал и за 6 месяцев. Должна произвести перерасчет взносов и уплатить, восстановить недостающую сумму взносов в бюджет. В этом случае организация освобождается от уплаты пении и штраф. Пении оплачивает у нас только такая категория платежиков, применяющих пониженные тарифы, как участники проекта Сколково. Соответственно, не только организации данная норма распространяется, но и на индивидуальных предпринимателей, принимающих пониженные тарифы. Очень часто у платежиков страховых взносов возникает вопрос, а нужно ли одновременно с расчетом представлять документы, подтверждающие право на применение пониженных тарифов. Хочу по этому поводу сказать, что кодексом такая обязанность платежика не предусмотрена. Платежик в целях подтверждения правомерности и применения тарифа заполняет соответствующие приложения, предусмотренные в расчете по страховым взносам. Так, например, для подтверждения права на применение тарифа упрощенными платежиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, заполняется приложение номер 6 к расчету. Вот можете его на слайде увидеть. То есть приводится расчет общей суммы доходов и доли доходов от льготного вида деятельности. Некоммерческие организации заполняют раздел 7, соответственно, тоже указывают доходы, которые они получили от некоммерческой деятельности. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему, заполняют приложение номер 8. Вместе с тем необходимо отметить, что с 1 января 2017 года в кодекс внесены изменения, согласно которым налоговый орган при проведении камеральных проверок вправе истребовать у плательщика сведения и документы, подтверждающие право на применение пониженного тарифа. Данная норма закреплена в пункте 8.6 ст. 88 кодекса. Таким образом, документы, подтверждающие право на применение пониженного тарифа, одновременно с расчетом вы представлять не должны, но в случае, если налоговый орган такие документы при проведении камеральной проверки у вас истребует, соответственно, обязанность на представление таких документов и сведений у вас возникает. Помимо тарифов, указанных выше, кодексом установлена еще одна группа тарифов – это дополнительные тарифы. Заработников, занятым на опасных и вредных работах, имеющих право на досрочную пенсию по старости, работодатель должен уплачивать страховые взносы по тарифам более высоким, чем для обычной деятельности. На порядке применения данных тарифов я подробно останавливаться не буду. Хочу лишь отметить, что данный тариф, установленный со статьями 428-429 кодекса, и зависит от того, какой вид работы выполняют работники, а также от наличия спецоценки условий труда. И в отличие от страховых взносов по основным и пониженным тарифам, доп. тарифы применяются без использования предельной базы облагаемой базы и исчисляются со всей суммы, то есть независимо от превышения доходов свыше миллиона 21 тысячи, например, в 2018 году, то есть с рубля исчисляются. По поводу тарифов у меня все. Следующий вопрос. Это типичные ошибки при заполнении расчетов по страховым взносам и способы их устранения. В связи с передачей администрирования страховых взносов налоговые органы стали участниками процесса формирования пенсионных накоплений наших граждан. Роль налоговой службы в этой связи заключается в своевременной и полной передаче сведений по застрахованным лицам из расчетов, представленных платежщиками в пенсионный фонд, для отражения их на индивидуальных лицевых счетах. С целью обеспечения данной функции в налоговый кодекс 1 января 2017 года введена норма, это пункт 7 статьи 431 кодекса, которая предусматривает случаи, при которых направленный платежщикам расчет считается непредставленным. Однако на практике мы столкнулись с такой проблемой, что платежщики допускают достаточно много ошибок, которые препятствуют успешной выгрузке данных расчетов в пенсионный фонд Российской Федерации. Учитывая актуальность и злободневность данной проблемы, в кодекс 1 января 2018 года внесены изменения, которыми вышеуказанный перечень оснований значительно расширен. Вот на слайде мы видим эти основания, которые у нас действуют с 1 января 2018 года. Во-первых, это ошибки, которые допускаются в сведениях по каждому застрахованному лицу. Это ошибки, связанные с исчислением суммы выплат, базы, суммы страховых сносов, базы по доп. тарифам и суммы страховых сносов по дополнительным тарифам. Во-вторых, это когда одноименные показатели по всем физическим лицам, отраженные в третьем разделе, не соответствуют этим же показателям, в целом по платежку, которые отражаются в первом разделе расчета. И в-третьих, это ошибки, недостоверные данные, персональные данные, идентифицирующие застрахованных лиц. В случае, если расчет считается непредставленным, действия платежщика и налоговых органов мы видим схематично на следующем слайде. То есть в общем порядке налоговый орган в адрес платежщика направляет уведомление о том, что расчет считается непредставленным. И, соответственно, платежщик, получив такое уведомление, должен представить расчет с внесенными изменениями. Разница будет заключаться в сроках в зависимости от того, каким способом представляется расчет. Если расчет представлен в электронном виде, уведомление направляется не позднее дня следующего за днем получения расчета, а платежщик должен представить расчет с внесенными изменениями не позднее пяти дней с датой направления уведомления в электронной форме. Если же расчет представлен на бумажном носителе, то уведомление уже направляется чуть позже, в срок не позднее десяти рабочих дней с датой получения расчета. И, соответственно, платежщику также дается большее время на представление расчета с внесенными изменениями. Соответственно, 10 дней дается на представление такого расчета. В том случае, если платежщик соблюдает установленные сроки представления расчета, датой представления этого расчета будет считаться дата представления расчета, который первоначально был признан непредставленным. С целью избежания ошибок и несоответствий в расчете по страховым сносам ФНС разработала контрольное соотношение показателей РСВ. Они определены в письме, которое указано на слайде. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, в помощь платежщикам ФНС России расширен функционал программы подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчетности налогоплательщик ЮЭЛ. Доработка также связана с изменением перечня оснований для признания расчета непредставленным. Кроме того, можно проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам с помощью программы проверки файлов на соответствие формата представления в электронном виде тестер. В программу также интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчет будет считаться непредставленным. Сейчас вкратце я остановлюсь на тех характерных ошибках, которые допускают платежщиков. Первое – это представление расчетов за обособленные подразделения, не наделенные полномочиями. То есть напомню, что расчет представляется у нас организацией по месту своего нахождения, а также по месту каждого обособленного подразделения, которое наделено соответствующими полномочиями. Соответственно, если обособленное подразделение такими полномочиями не наделено, показатели в отношении выплат застрахованных лиц по этому обособленному подразделению подлежат отражению в составе расчета, представляемое самой организацией по месту своего нахождения. Очень много ошибок допускаются при заполнении персональных данных застрахованных лиц, таких как ФИО, ИНН, СНИЛС, серии номер паспорта. В связи с этим ФНС подробно описала, разъяснила, как должны быть заполнены данные поля в этом подразделе. Номер и дата письма вы можете увидеть на слайде. Это письмо 21 декабря. Например, указано, что фамилия и имя отчества не может быть знаков пробел, дефис, наличие букв латинского алфавита. Разъяснены требования к структуре ИНН, СНИЛС и других показателей. То есть надо очень внимательно рассмотреть это письмо и такие ошибки не допускать. Следующая группа ошибок – это суммовые ошибки несоответствия первого и третьего разделов расчета. Допускаются ошибки в указании размера базы в предельной величины. То есть размер предельной величины базы, я говорила, какой размер установлен. В то время платежчики допускают ошибки, например, за счет округления, это может быть на рубль и так далее. То есть такие ошибки также будут являться основанием для того, чтобы расчет считался непредставленным. При заполнении третьего раздела неверно указываются порядковые номера месяца. Например, платежщик, представляя расчет за 9 месяцев, заполняет третий раздел в отношении выплат за последний квартал. То есть за 9 месяцев последний квартал – это будет третий. Соответственно, месяца – июль, август, сентябрь. В то время как платежчики вместо этих месяцев указывают, например, апрель, май, то есть месяцы другого квартала. Дальше. Следующая ошибка – это суммовые показатели третьего раздела содержат отрицательные значения. По этому поводу также имеются разъяснения в Федеральной налоговой службе 24 августа. Номер разъяснений также указан на слайде. Смысл заключается в том, что если платежчик производит перерасчеты каких-то показателей, сумм выплаты, базы и так далее, и в результате образуются отрицательные показатели, такое недопустимо. То есть если выявляются ошибки, ошибки должны быть устранены в том периоде, в котором они совершены, а не в периоде выявления данных ошибок. И еще одна проблема, которая становится причиной для отказа в приеме расчета, заключается в том, что после того, когда платежчик получил отказ в приеме расчета, внес необходимые исправления, представляет расчет с несенными исправлениями, в этом расчете платежчик ошибочно проставляет номера корректировки, начиная с первого. Учитывая, что предыдущий расчет не был принят налоговым органом, он не является первичным, вернее, вновь представленный отчет не является уточненным, он также является первичным, поэтому признаки корректировки в нем проставлять не следует. Еще один вопрос, который интересует работодателей, это порядок представления уточненных расчетов. То есть если платежчикам выявлены ошибки в представленном расчете, в расчете существует определенный порядок представления уточненного расчета. Реквизиты письма Федеральной налоговой службы по этому поводу также можно увидеть на слайде. И условно все способы устранения ошибки или виды ошибок можно разделить на две группы. Это когда допускается некорректное указание персональных данных работников, либо когда указываются некорректные суммы выплат. Соответственно, схематично рассмотрим три вида ситуации, как вносятся исправления. То есть, если в разделе третьем указаны недостоверные персональные данные, действия плательщика должны быть следующим образом организованы. Следует представить уточненный расчет, в котором в третьем разделе по каждому физическому лицу, по которому выявлено несоответствие, следует указать те же самые недостоверные данные, что и в первоначальном расчете, а по суммовым показателям проставить значение 0. При этом заполняется еще один раздел, третий, где указываются уже верные, идентифицирующие данные по налогоплательщику и достоверные суммовые значения. То есть заполняется два, на это физическое лицо, два третьих раздела. Если в расчет не включены данные по сострахованному лицу, в этой ситуации необходимо провести корректировку не только третьего раздела, но и проверить корректность отражения показателей в первом разделе. И, соответственно, если в расчет включены недостоверные суммовые значения, возможно, та же самая ситуация. То есть сдается третий раздел, в котором корректируются соответствующие суммовые значения, и в обязательном порядке корректируются показатели первого раздела. По поводу озвученных вопросов у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Владимировна, за подробные выступления и за освещение практических моментов. На этом первая часть нашего вебинара завершена, и мы готовы перейти к ответу на вопросы. Уважаемые коллеги, можете их задавать. В наш адрес еще 30 марта в ходе проведения вебинара о налоговых и льготах поступил вопрос, который было решено оставить на данный вебинар. С вашего позволения я его зачитаю. Спрашивает нас Владислав. Я планирую открыть небольшой бизнес и вроде попадаю под налоговые каникулы, но мне все равно придется платить за самого себя в пенсионный фонд около 30 тысяч в год. Можно ли как-то уменьшить эту сумму? Уважаемые коллеги. Коллеги, я на самом деле Владиславу уже пытались дать ответ на прошлом вебинаре. Мы говорили о том, что эта сумма не подлежит уменьшению. У нас даже фиксированные взносы уплачивают те индивидуальные предприниматели, которые не осуществляют в текущем году деятельность, за исключением тех случаев, которые мы сегодня с вами рассматривали. Я думаю, что если будут какие-то дополнения... Если у него деятельность пойдет под пониженные тарифы, под те виды деятельности, на которые распространяются пониженные тарифы, тогда там будет уменьшение до 20%. Благодарю за ответ. Также к нам поступил вопрос от индивидуального предпринимателя Николая Александровича. Он спрашивает... Вопрос следующий. Он зарегистрирован и установлен действующим законодательством в порядке и осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и применяет систему налогообложения ЕСХН, Единый налог на сельскохозяйственный налог, где законодательством предусмотрено право предпринимателя на уменьшение полученного дохода на сумму документально подтвержденных расходов. Таким образом определяется налоговая база для исчисления ЕСХН. Каким образом определяется налоговая база для исчисления страховых взносов в пенсионный фонд в размере 1% от суммы дохода, превышающего сумму 300 тысяч рублей? Николай Александрович, спасибо большое за данный вопрос. Я тоже попробую ответить. Если у коллег будут дополнения, меня поправят или дополнят. Мы с вами рассматривали, что для тех налогоплательщиков, которые применяют сельскохозяйственный налог, они исчисляют налог в соответствии с пунктом 1 ст. 346.5 Налогового кодекса. Вот сама статья 346.5, она действительно касается и доходов, и расходов, но пункт 1 касается только порядка исчисления доходов. Поэтому сумма доходов будет исчисляться для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исходя из доходов, без расходов, которые исчисляются и учитываются при исчислении налога. Спасибо. Нет, дополнения нет. Спасибо. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, то мы завершаем наш вебинар. Еще раз напоминаю, что в случае поступления вопросов после вебинара мы готовы на них ответить на официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Также напоминаю, что запись данного вебинара будет доступна в неограниченное время на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в разделе «Права бизнеса» и также на сайте ОТВ. Благодарим за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания.